Режим допустил несколько досадных ошибочек. Надо было предвидеть, что у всех заинтересованных лиц появится возможность рассмотреть путинскую армию в деталях и оценить блеск ее модернизации и ее новую мощь, на которую за последнее время было потрачено 64 триллиона рублей или в пересчете 767 миллиардов долларов. В грубом пересчете. Вот этого, конечно, нельзя было допускать. Давайте рассматривать. Трудно не заметить того, что почти вся техника как будто бы только что выкарабкалась из грязи Первой Чеченской войны. И что это все то же самое, что и 30 лет назад допотопное дерьмо с просиженными сиденьями, с дырами, с гнилой проводкой, а основная ударная сила армии — это перепуганные салажат и срочники в рованье. Но тут можно, конечно, понять, как-то глуп тратить такие срочные деньжища на железки и шмотки для глупых срочников, которых все равно убьют в первой же заварухе. Это была бы, ну, прямо скажем, бесхозяйственность в чистом виде и даже прямое неуважение к деньгам. Применение примерно 2-3 миллиардов долларов из этой астрономической суммы, правда, вопросов не вызывает. Тут все наблюдаемо и совершенно очевидно. Вот эта вот пара-тройка миллиардов пошла генералам на коньяк, на папахи, на дачи и жировые отложения на их рожах. Все же остальные миллиарды и триллионы бесследно растворились, а чудо их растворения надежно защищено военной тайной. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнали Симон.